прошло четыре часа смотрите маленькие лещи еще было пару часов солица берем их сторонку часа ну пока за счетом час еще ваша часть часть к 2 меня полежат я просто в них под краном смою с мою соль и повешать внимание не стоит на их останавливать там все понятно и вывешивать на лиц вот эти вещи буду солица еще четыре часа который в тузлуке ароматом а вот эти вот которые самые большие они уже готовы смотрите какое количество жидкости с них вытекло ее нужно сливать дону и запарился не стал сливать забыл все честно сейчас я солим но прежде можно принести из них не сливай мы лично сделать взять ложку и не смывая он жир проводить и видно на камеру воде в этой опа тщательно все с нее со скрипти но не промывать важный момент потому что вы сможете весь вкус аромат те специи все-таки которыми она покрыта оставшийся столь что сейчас она по-любому тут останется какая-то часть соли ее будет достаточно для того чтобы рыбка окончательно просолилась вот тщательно не торопясь вот так все счищаем всего это будет очень вкусная рыбка вот видите ложка все хорошо убралось рыбка уже почти сухая сверху наш лишняя влага из нее ушла все все вкусы и ароматы острота перца маленькой тут приправки у меня кориандрика и так далее все это впиталось по рыбку эти как раз это все вот эту рыбку я сейчас буду вывешивать со стороны чешуи ничего защищать не надо ну все процесс понятен рыбку большую не моем маленьких вещей мы смываем сорт с них и вешаем а который стук звуки рыбка просто звука достаем и тоже вешаем не промывая большую просто очищаем все все сейчас вывешивает маленько подгорится покажу что получится что будем копить уже как покажу тоже отдельно как же не подключайте смотрите до конца и выйдите результат так друзья смотрите что происходит рыбка подвяливать но подвяливать скажу честно еще маловато но у нас не видно здесь нас накрыл циклон все недели идут дожди она она как бы сухая видите но не так не достаточно как я хотел бы тянуть уж дальше времени нету потому что важность большая рыба толком не сохнет сейчас будем коптить коптение процесс копчения показывал уже неоднократно своих роликах ну если покажу потом у спрашивали где процесс копчения так что то видел перемотать лично вам не скажу о том видео смотрите ребят копчу я вот в такой бочке для копчения используется я использую не щипу а именно опилки вот такой мелкой фракции щипа для такого копчения не годится в такой вот такой бочкой таким стаканом щипа не не тлеет она не горит током короче щипа не подходит нужно вот мелкая мелкая фракция пилок здесь у меня белки один к одному яблоня и алиха я бы не дает очень вкусный аромат алиха дает красивый цвет копчения сейчас я рыбку завершил по загружу бочку ставлю вот этот стакан в отверстие народ я вам поставлю смотрите сверху подсказочку и ролик есть отдельный по этой коптилки как и копчу там подробно все показано рассказано я вам поставлю подсказочку там смотрите кому это интересно ну просто игрусь и не покажу вы меня потом заклеете почему где процесс просто процесс копчения вот копчу в бочке на вот такой вот смеси ольхи и яблони сейчас все загружаю вставляю стакан паяльная лампа просто нагревает это дело по времени молить сейчас ставлю нагрею стакан четыре часа он у меня будет остывать через четыре часа я повторю эту процедуру это сейчас у меня 8 вечера в 12 ночи я еще раз заряжу ее и до утра и 8 сейчас в 6 утра я уже все это дело рыбку вытащу покажу что получилось но ее нужно будет еще маленько просушить чтобы она стала примерно вот такая вот увидите ребята коптят доходит с веселой жужжка по сне короче суть копчения думаю понятно ничего такого интересного вам покажу не расскажу подскажет вам интересно по коптилке там по более подробно я вам ставлю все не переключая сейчас я закопчу и завтра уже приду домой покажу что получилось промежуточный такой этап смотрите все видеть друзья вот смотрите нагреваем стакан прогрел по всей длине видно да что он горячий все сейчас это дело вот у меня 4 часа стоять и дымить там от и опилки будут клеть все это будет идти туда в коптилочку через четыре часа я повторю еще одну закладочку больше народ делать я бы не рекомендовал потому что копчение все это дело это не есть очень полезный продукт и прям уж коптить на такого состояния вот именно в такой коптилок я бы не стал это все-таки найти не деревенская коптилка который свет в огороде там по типу аля сортира когда там дается деревянный ящик сколачивается с дверей каких-нибудь счетов там на осенью это очень обычно делает у нас деревне труба метров 8 забивается с метрической стружкой со станка и неделю пять дней минимум горит беспрерывно небольшой костерчик конце этой трубы и там коптится рыба да там рыба получается копченая и это совсем другой продукт не путайте там копчение в этих бочках в дымогенераторах там или тем более знаете на газовых печках там эти ставят бодейки дома это все не то это все не очень полезно и девушка употреблять и не надо вот чуть-чуть подогрели подкоптили и же цвет и аромат был это достаточно не знаете получится 8 построить нормальную коптилка я вам покажу как это делается они значит весной будем делать ну все друзья в принципе вам все показал ждем вы тоже сейчас видите я жду завтра пока посмотреть что получилось и когда верите рыбку если такая погода мерзкая вентилятор китайские отлично справляется все обдувается все нормально так мы все закончим процесс копчения так ну вот друзья рыбка закоптилась коптил я ее 8 часов два подхода по 4 часа вот что у меня получилось сейчас рыбка она еще как бы сыроватая мягкая потому что уже холодно а тепло конденсатор нам рынка царела и 2 вариантов собой и в крыше хочу про то липу сказать что после копчения вот вы достали из коптилки сразу и кушать не стоит ее нужно обязательно повешать сейчас проветриться чтобы она во-первых подсохла а во-вторых из нее выйдут лишние там всякие кислоты нам не побывая знаете пишет комментарии закоптируют она кислин вот этот эффект убирается если просто ее проветрить не закапчивать ее сильно очень и все будет отлично вот такие вещи золотистые красавцы получились вот такие вода покрупнее лещики а вот балочки видите вот такая красота уверяя это будет очень вкусно сейчас на меня повесит на долго висеть не получится и сейчас пойдем на лодочную на дачу будем готовить катер к рыбалке через пару дней начнется у нас рыбалка осенние будут видео ребят рецензии куплены и все будет официально будут видео законные так скажем так что подписывайтесь не канал будет интересно буду ловить вас оси киту так много по вещам пожалуй вот и все делайте вещь только сама по себе так не шибко нам шикарная на вкус но если сделать его вкусным остреньким ты это будет очень другая рыба другого уровня абсолютно ну ведь какая красота то что это не вкусно это вкусно честно слов отвечаю на все друзья на этом я заканчиваю это видео кому было интересно полезно ставьте пальцы вверх кому было бесполезно и неинтересно ставьте дать на пальце вниз что-то кому-то непонятно пишите комментарии обязательно всем отвечу подписывайтесь на канал буду наступает осенние рыбалку будет интересно все друзья на этом все те до встречи всем пока